Всем привет, я доктор Евгений. Сегодня будем разбирать мануально-мышечное тестирование дельтовидных мышц. Среднюю мы уже разбирали вот в этом видео, но сегодня вкупе передней, средней и задней я еще раз покажу, как это делается. Покажу я ее на... А давайте прямо на вас. Дельтовидная мышца, она крупный стабилизатор плеча, именно плечо-лопаточного сустава. Ее какая-либо дисфункция может вызвать нестабильность плеча, его болтание, боли при поднимании, при движении вперед-назад. Полезно уметь тестировать как мануальным терапевтам, так и просто фитнес-тренерам. Ну и конечно же кинезиологам, остеопатам и другим целительским специальностям. Начнем с передней дельтовидной мышцы. Для тестирования передней дельтовидной мышцы мне было удобно посадить пациента на стул. Если кто может тестировать с кушетки, делайте это пожалуйста с кушетки, кому как удобнее. Но главное, чтобы вы были стабильны и соблюдали все правила тестирования, которые необходимы для мануально-мышечного теста. Что делаем для тестирования передней дельтовидной мышцы? Мы руку выводим в положение сгибания и легкого отведения. Передняя дельтовидная мышца выполняет вот эту функцию. То есть ее дуга тестирования как пионерский привет. Мы так и будем ее тестировать. И поэтому преднатяжение мы выполняем вот в этой позиции. И просим удерживать руку здесь. Теперь точка приложения тестирующей руки будет на средней или нижней трети плеча. То есть я буду ее устанавливать вот таким вот образом. То есть мое предплечье и предплечье тестируемой руки, они должны быть параллельны. То есть не в этом ракурсе, не в этом. А именно вот в этом. Встаю я сбоку от пациента. Стабилизация пациента будет осуществляться за спину. То есть я буду стабилизировать его с обратной стороны. Показываю все моменты, которые я рассказал только что. Выводим руку для теста. Устанавливаем стабилизирующую руку. Устанавливаем тестирующую руку. И мы уже готовы к тестированию. Движение мое будет следующее. Сейчас не сопротивляйтесь. Оно будет вот такое. То есть больше работы в корпусе и в тазу. То есть как будто я убаюкиваю младенца. Вот таким вот образом. Проведу тест. Удерживаем. Стабилизируем. И сейчас просим давить по дуге вверх. Я получил вторую фазу. А теперь получаю третью фазу. В данном случае мы получаем в чистом виде гипотоничную переднюю дельтовидную мышцу. Переходим к следующей. Тестирование средней дельтовидной мышцы. Подробный ролик о том, как тестировать среднюю дельтовидную мышцу, вы найдете в описании. Поэтому показываю молча. Мы получили тонус. Давайте проверим, а норматонична ли мышца или нет. Для этого мне достаточно найти длину самой мышцы и сделать сближающее движение для ингибиции нейромышечного вертена. По сути, ущипнуть за мышцу. Вот таким вот образом. И просим удерживать. Давим вверх. Мышца показала норматоничность. Потому что она адекватно отреагировала на мою провокацию ингибиции нейромышечного вертена. То есть я ее попросил расслабиться, и она расслабилась. Чем неадекватная? А теперь протестируем третий пучок. Дельты. Это задняя дельтовидная мышца. Тестирование следующее. Мы выводим руку в обратном положении от тестирования передней дельтовидной мышцы. То есть если она для передней дельты тест у меня вот так вот располагается рука, то для задней дельты у меня тест будет в этой позиции. И просим пациента давить назад и вверх. Потому что именно дуга задней дельты выполняет вот это движение. Стабилизирующая рука будет находиться у меня на груди. Широким захватом. А тестировать в данном случае я буду левой рукой. Посмотрим коротко то, о чем я рассказал, как это в действии выглядит. Вывожу руку для теста задней дельтовидной мышцы. Стабилизирую за грудь. Тестирующая рука, в данном случае у меня левая, будет устанавливаться на среднюю либо нижнюю треть плеча. Но не на сустав. Не слишком близко, не слишком далеко. Ближе к средней трети. Таким образом, чтобы я не делал полный захват. То есть захват кольцевой в любом мышечном тесте он недопустим. Делаем обезьяний захват. То есть большой палец прижимаем к ладони, к первому. Держи. Вывели руку для теста. Стабилизируем за грудь. Рука в обезьяний захват. И просим пациента давить назад и вверх. Сейчас сильно не напрягайтесь. Тест, дуга теста, точнее будет вот таким вот образом располагаться. То есть он давит назад и вверх, а я давлю по дуге вперед и вверх. То есть противоположность работы задней дельты. А теперь покажу, как выглядит тест молча. И здесь я получаю гипотонию. То есть исходно у нас из трех мышц у пациента имеется только лишь одна нормотоничная. Это средняя дельтовидная. А передняя дельта и задняя дельта у нас в гипотонии. Они могут создавать дисфункцию плечо-лопаточного сустава. На помощь придут компенсаторы. И скорее всего это будет трапециевидная мышца, большая грудная мышца и ротаторы плеча. Тем самым создастся дисцентрация сустава, то есть плеча относительно лопатки. И позиция сустава может добавлять различных дискомфортных ощущений в нем и ощущения боли. Дельты это лишь малая часть мышц, которые стабилизируют плечо-лопаточный сустав. Но они основные, потому что большая часть работы у нас происходит именно за счет отведения руки, сгибания руки, различных манипуляций на 45 либо на 90 градусов. Если в этой позиции у нас дельты не будут работать, то все остальные более мелкие мышцы будут создавать в себе дисфункции, укорочение, реактивность, активацию нейромышечного вертена и все эти различные патологические состояния, которые мы будем разбирать в дальнейшем. Но помните, что для тестирования любой из предложенных мышц, мануально-мышечное тестирование, нужно протестировать очень много мышц. И лучше всего это делать в присутствии наставника. Поэтому задел, который вы можете здесь получить, обязательно нужно оттачивать на людях в присутствии знающего человека. Если вас интересует обучение, можете пройти по ссылке в описании и записаться на очные курсы. Тестируйте, тестируйте, тестируйте. И тогда у вас получится та самая медицинская магия, которой вы можете пользоваться и исцелять всех своих пациентов. В следующем ролике разберем, как еще больше стабилизировать плечевой сустав с помощью тестирования ротаторов плеча. Не пропустите. Тестируйте. 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 Тестируйте.